Более 200 каналов интерактивного телевидения предлагает своим пользователям компания Ростелеком. Кроме развлекательных, тут есть и научно-популярные. О том, как совместить приятное с полезным, Николай Смирнов. Дарья Шестакова уже три года учится на историческом факультете. Будущую профессию считает очень перспективной, но устает постоянно читать учебники и изучать архивные документы. Отдыхать от книг Дарья предпочитает с пользой. Смотрит исторические передачи по телевизору. Интересны такие каналы, как «История» и «Висад Хистори». Просто отличное качество, интересные передачи. И мне, как историку, нравятся программы про разоблачение мифов, какие-то личные истории, например, личностей исторических. В общем, это все завораживает. Исторические, познавательные и другие каналы, которых всего более 200, в списке интерактивного телевидения от компании Ростелеком. Интерактивный – это значит, что любую передачу можно поставить на паузу, перемотать на начало или запросить из архива за последние три дня. С услугой «Интерактивное телевидение» просмотр можно превратить в познавательный процесс. Здесь представлен контент для любого возраста – для школьников, студентов, их родителей и даже и бабушек, и дедушек. И самое привлекательное – это интерактивность. Фильм или передачу, которые идут, пока вы дома или на работе, вы можете посмотреть в любое удобное для вас время. И самое важное – с любого устройства – с телевизора, планшета или смартфона. При этом можно начать просмотр на одном устройстве, например, по телевизору, а затем нажать на паузу и вернуться к той же передаче уже на смартфоне или планшете. Для этого есть специальная опция «Мультискрин». Ростелеком подключает интерактивное ТВ по технологии «Джипон» или оптика в квартиру. Это гарантирует высокое качество картинки и надежность соединения. Николай Смирнов, Тюменское время.